В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Время торгов в Европе евровалюта продолжила коррекционный рост относительно доллара США. Стоит отметить, что выступление Джанет Йеллен в пятницу не разочаровало участников рынка. Глава Федеральной резервной системы была сдержана в своих комментариях, так как до 15 июня информация не подлежит оглашению. Тем не менее, большая часть инвесторов склоняется к тому, что повышение ставки состоится 27 июля. К этому часу техническая картина демонстрирует переход пары из области перепроданности на нейтральную территорию. На пути покупателя расположен сильный уровень сопротивления 1,1150, тогда как внутридневной максимум пары был обновлен в области 1,1143. Поддержкой пары по-прежнему остается уровень 1,11. В ближайшие часы техническая картина в паре не изменится. Торги в паре валют фунт-доллар продолжились в нисходящем направлении. Пара обновила внутридневной минимум в области 1,4589, после этого цена поднялась к значению 1,4613. На фоне пустого макроэкономического календаря волатильность в паре низкая. Между тем, рынок продолжает строить версии относительно того, как отразятся на экономике страны результаты голосований по вопросу членства Великобритании в составе ЕС. Напомним, что референдум состоится 23 июня. Торги валютного инструмента сегодня проходят в узком диапазоне 1,4589-1,4632, развивается боковое направление. Технический пар расположен на нейтральной территории с тенденцией к снижению в зону перепроданности. Ближайшими уровнями поддержки и сопротивления выступают отметки 1,4560 и 1,4640 соответственно. В ближайшие часы изменений не ожидаются. Утренняя консолидация над уровнем 1200 долларов за унцию продолжилась ростом в направлении ближайшего сопротивления 1208 долларов. Установив минимум сессии в области 1199,53 доллара, котировки золота устремились вверх и протестировали ценовой уровень 1208 долларов. Ретест указанной отметки принес позитивные результаты, позволив укрепиться выше. На фоне коррекционного роста металл приближается к зоне открытия, сокращая дневные потери. Отметим, что технический золото из зоны перепроданности переходит на нейтральную территорию. К этому часу поддержка выступает уровень 1208, тогда как на пути к росту расположен уровень сопротивления 1218 долларов. В ближайшие часы драгметалл будет торговаться в восходящем направлении. Сегодняшний день нефть марки WTI начала со снижения, которое затем сменилось консолидацией. Падение котировок было приостановлено, внутренний минимум находится по-прежнему в области 49 долларов 5 центов. Для продавцов препятствием выступил уровень поддержки 49 долларов, его пробой выставит следующую цель в области 48 долларов 50 центов. Несколько позже наблюдались попытки роста в направлении уровня сопротивления 49 долларов 50 центов. Технически пара расположена в нейтральной зоне. Нефть торгуется под давлением на фоне окрепшего доллара США, а также под влиянием выступления главы Федрезерва. Стоит также отметить влияние растущих ожиданий итогов встречи ОПЕК, который пройдет 2 июня. В ближайшие часы движение в паре останется слабым. Обратите внимание, завтра в 12.00 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен еврозоны. Обновленные данные способны повлиять на динамику евро и расширить возможности заработка. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт Ютуб по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. До новых встреч!